Всем привет, с вами Джон Панч, и в этом видео я покажу вам как работает Animal Crossing New Horizon на ПК в эмуляторе Ryu Jinx. Несмотря на то, что игра абсолютно новая, да и эмулятор Ryu Jinx тоже не сторожила, он успешно эмулирует и делает это в 30 фпс. Именно столько кадров выдает игра на оригинальной консоли, правда без лагов, подергивания, недостатков шейдерного кэша и прочих нюансов сырого эмулятора. Кто знает как работает шейдерный кэш в зельде, поймет почему игра лагает и тут, то есть в принципе новые анимации, новые действия, которые вы совершаете в игре, будут вызывать определенные фризы, но только в первый раз, когда вы уже будете делать эти действия повторно, даже после перезапуска самой игры, эти фризы пройдут. Поэтому уже сегодня реально достичь комфортного геймплея на хорошем железе. Конфигурации моего ПК для многих покажутся монструозными, но я оставлю их в описании. О том как поведет себя игра и этот эмулятор на более слабых ПК пока не знаю, потому что нет фидбэка от пользователей, но после того как я выпущу гайд, я думаю многие из вас смогут установить эту игру и испытать все лично. Кстати установка вообще довольно легкая, самое сложное что у вас может возникнуть во время установки это способы добычи самой игры и файлов ключей. Поскольку я не пират и вот у меня в руках есть пруф, я имею право сказать, что эмуляторы это не пиратство, это альтернатива и со мной нельзя спорить пока в руках у меня вот этот вот желтый красавец. Я веду к тому, что порядок действий Ryu Jinx по установке и настройке игр для эмулятора такие же как и в юзо эмуляторе. И у меня на юзо эмуляторе есть полноценный гайд на канале. Там многие жаловались на то, что не знают где достать игру, не знают где взять файл ключей, потому что по лицензионному, по легальному, как бы условно легальному наверное способу вы должны брать эти файлы ключей со своей консоли. Вы должны брать игры со своей консоли, дампя их через специальные программы. Если же я буду рассказывать в своих гайдах про мистера Тарантино, который помогает вам скачать игры, если вы понимаете о каком мистере я говорю, либо давать ссылку на файл ключей, который опять-таки скачан где-то из интернета, то мои видосы, мои гайды быстренько отправляются в бан. А мы ведь с вами этого не хотим, поэтому геймплей я покажу в этом видео, а вот гайд по установке уже не будет содержать геймплей этой игры. И возможно тогда мне за мой гайд не прилетит страйк, и в итоге все будут жить долго и счастливо. Вот-вот на этой неделе, возможно на выходных, а может уже и даже завтра, я постараюсь выкроить время, чтобы сделать вам полноценный гайд по установке и настройке Animal Crossing на PC. И в отличии от уже имеющихся зарубежных гайдов, того же Бесот Гейминга и некоторых остальных, я раскрою тему установки DLC, что как по мне тоже довольно важно. Поэтому если ты ждешь мой гайд, обязательно ставь лайк под этим видео, чтобы я увидел, что действительно есть аудитория, которым это интересно. Кроме того, ты можешь нехило меня простимулировать, задонатив мне на моем бусте. Это аналог патреона, ссылку на который я оставлю в описании под этим видео и обязательно упомяну в своем следующем видео именно тех, кто задонатил. Но это все, конечно же, абсолютно добровольно. В общем, ждите мой гайд, который выйдет, думаю, на этих выходных. Он будет полноценный, интересный, информативный, без воды, в общем, в стиле Джона Панча, как вы любите. И не забудь поставить лайк, чтобы я видел, что тебе интересно это видео и ты его ждешь. Да, кстати, те, кто ждут видео про PlayStation Now, я обязательно обновлю этот гайд. Я помню, что я обещал обновить его еще в прошлом месяце, но не успел. Было много работы, поэтому ждите в этом. А с вами был Джон Панч, будьте здоровы, сидите дома, до встречи.